А в завершение нашей программы о нашумевшем заявлении помощника президента Трампа по науке, который ни намеком, ни косвенно, а прямо сказал, что американцы никогда не высаживались на Луне. Вот так. И это уже не теория заговора и не вымыслы антиамерикански настроенных публицистов. Это заявление одного из ведущих ученых США, который имеет к тому же официальный статус. И какие основания у нас этому не доверять? Рассказывает Евгений Огошков. Полет американцев на Луну — грандиозная ложь. На самом деле, американские астронавты на Луне никогда не высаживались. Такое сенсационное заявление сделал советник президента США по науке Дэвид Геллантин в интервью американскому научному изданию Science Today. Критикуя, как ему кажется, сумасбродную идею предыдущей администрации Обамы в ближайшие 15 лет долететь до Марса, американский ученый в частности заявил. Как мы можем организовать миссию к Марсу американской команды к середине 2030-х, если не были даже на Луне? Сама идея смехотворна, впрочем, как и вся администрация Обамы. Дэвид Геллантин, назначенный президентом Трампом на должность советника главы США по науке, является профессором Ельского университета. Его имя хорошо известно мировой научной общественности. В 2016 году американский журнал Time внес Геллантин в список самых влиятельных людей 21 века, назвав его гениальным ученым. Если ученые НАСА в 2012 году заявляют, что до сих пор не знают, как правильно защитить космический корабль от радиации в поясе Ван Алина, какого черта мы должны верить, что проникли сквозь него в скафандрах из алюминиевой фольги? Причем во время пика солнечной активности. Ответ очень прост. Полета человека на Луну никогда не было. Кто первый полетит на Марс? Машина. Вы слышите? Почему? Потому что все планируют полеты на Марс, но мало кто знает, что в сегодняшних условиях и в сегодняшних космических кораблях живая клетка вряд ли долетит. Просто живая клетка в таком жестком космосе, в дальнем, она не защищена космическим кораблем. Все эти территории находятся под стеклянным колпаком на плоской земле. Вместо солнца лампа, ну а снимки из космоса чистой воды обман. И это не выдумки фантастов или взгляды древних. Теория плоской земли. У нее миллионы сторонников, а фильмы в интернете добирают сотни тысяч просмотров. Еще недавно любой школьник разбил бы теорию плоской земли в пух и прах. Но нынешнее поколение безоружно. Треть граждан, согласно опросам, думает, что солнце вращается вокруг земли. Теперь вот и планета наша становится плоской. Хотя убедиться в том, что она круглая может каждый. Плоскоземельщики не унимаются. Горизонт-то прямой. Кругосветные путешествия и снимки из космоса их не убеждают. Все фейк, фотомонтаж и компьютерная графика. Всемирный заговор ученых, космонавтов и летчиков. Разговор продолжим со специалистом. У нас в студии кандидат физико-математических наук, главный редактор журнала «Наука и жизнь» Елена Лазовская. Елена Леонидовна, доброе утро. Здравствуйте. Ну согласитесь, не откажешь адептам этих смелых взглядов, сомнительных теорий, что излагают они их доступным языком. Может быть, в школе не так этому учат? Конечно, в школе у нас давно не преподавали астрономию. Сейчас ее вернули. Я надеюсь, что следующее поколение школьников уже не будет выдвигать таких безумных гипотез о том, что Земля плоская. Потому что то, что Земля круглая известна давным-давно, много раз доказано. Я уж не говорю о том, что полеты в космос. Это подтверждать просто объективнее некуда. Тут даже... Если ученые НАСА в 2012 году заявляют, что до сих пор не знают, как правильно защитить космический корабль от радиации в поясе Ван Аллена, какого черта мы должны верить, что проникли сквозь него в скафандрах из алюминиевой фольги? Мне кажется, это просто какой-то пиар такой. Ну, вы видите, контраргумен, что полеты в космос — это все мистификация, это все театрализованное представление. Ну, тогда, когда были полеты в космос, когда они начались, тогда еще не было возможности сделать фотошоп. Дело в том, что дети, может быть, это просто действительно не воспринимают как должно, потому что их заставляют верить в это как в аксиому. А как-то это слишком оторвано от их бытия. Сейчас помимо школьного учебника есть масса способов получить научное знание. Пожалуйста, есть музеи, есть фестиваль науки, есть выставки. То, что глобусов не видели, это, конечно, недоработка в комплектации школы. Как мы можем организовать миссию к Марсу американской команды к середине 2030-х, если не были даже на Луне? Сама идея смехотворна. Дэвид Гелларднер, назначенный президентом Трампом на должность советника главы США по науке, является профессором Ельского университета.